В 2016 году власти Нинецкого округа приступят к оказанию мер социальной поддержки в новом ключе, реализуя проект «Социальная карта НАУ». Что это такое, кому она предназначена и знают ли её потенциальные получатели обо всех возможностях, которые она в себе таит. Об этом мы детально поговорим сегодня. Это программа «Актуальное интервью». У нас в студии директор Нинецкого информационно-аналитического центра Павел Акладников. Павел Анатольевич, здравствуйте. Ирина, добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Начнём с того, что же такое за проект «Социальная карта НАУ». Проект «Социальная карта» говорит сам за себя. Это мера социальной поддержки для категории граждан, которой необходима социальная помощь. Наша оригинальная социальная помощь. Вы уже обозначили, так всё-таки кто сможет получить эту карту? Кто эти люди? На первом этапе реализации эта карта будет предназначена для родителей детей до трёх лет, для жителей Нинецкого округа, которым обеспечен льготный либо бесплатный проект на общественном транспорте. Ну и в дальнейшем ещё ряд услуг, ряд задач. То есть вот именно для этого нужна вот эта карта в повседневной жизни. Какие услуги будут на неё завязаны? Вот вы уже обозначили, это мамы маленьких детей, они будут с помощью этой карты получать детское питание, правильно? Да, карта будет своим родом идентификатором, идентификатором человека, идентификатором услуг, то есть при обращении на первом этапе это за детским питанием, за молочным питанием для детей, то есть так называемой молочной кухней и проезд в общественном транспорте. То есть человек, житель Нинецкого округа будет предъявлять данную карту и по ней уже будет проходить активация услуги, то есть будет обозначено, имеет право на эту услугу, либо же не имеет. Исходя из этого уже решения, будет услуга предоставляться, либо отклоняться. То есть эта карточка удостоверяет право человека на получение каких-либо льгот? Совершенно верно. А каким вот образом это будет реализовываться? Ну, технически, если сказать, то все, скажем так, направления предоставления социальных льгот, кроме перевозки в автобусном транспорте, не будут в режиме онлайн, то есть на месте предоставления услуг, это молочное питание, еще раз повторю, это питание детское до полутора лет, будут установлены специализированные посттерминалы, в которых будут проходить транзакции непосредственно с центром регионального процессинга. И уже осуществляется транзакция по данной услуге. В автобусных перевозках, ввиду того, что у нас есть проблемы с гарантированным обеспечением каналов связи, это будет оффлайн режим. То есть сами терминалы будут содержать информацию, сами терминалы и сама карточка будут содержать информацию, все необходимое. И авторизация, то есть идентификация абонента уже будет проходить непосредственно в самих автобусах. Какая информация будет содержаться на самой карточке? Изначально мы хотели сделать карточку неперсонализированную, чтобы нам соблюсти некие требования по 152-му федеральному закону о персональных данных, но мы эти требования соблюли, технические и организационные. Поэтому на карточке будет размещаться непосредственно наименование, что это социальная карточка, чтобы люди не запутались. Я думаю, и у вас, и у всех большое количество карт в настоящее время банковских находится в кошельках, в портмоне, то есть это будет визуализировано, сделана социальная карта, далее будет размещена фотография непосредственно человека, которому она принадлежит, фамилия, имя, отчество, и будет располагаться чип специальный, по которому будут проходить красные транзакции. И с какого времени можно будет получить эту карту? Планируем начать получение карт 4-го квартала 2016 года, то есть сейчас у нас проходят конкурсные процедуры, в дальнейшем мы запускаем техническую реализацию, то есть внутренние ресурсы, которые будут не видны обывателю. После запуска технических ресурсов мы проводим тестовую эксплуатацию, потом мы проводим нагрузочные испытания, и после этого уже выпускаем непосредственно на выдачу. То есть это 4-й квартал 2016 года. А где будут они производиться, эти карты? Они будут заказываться, привозиться к нам или здесь? Значит, чтобы упростить и сократить время выдачи этих карт, принято решение, чтобы они будут выдаваться здесь, в Наринмаре, через сеть многофункциональных центров. То есть и заявка будет приходить в Наринмар, и печать карт, и сами карты будут находиться здесь, в Наринмаре. Павел Анатольевич, любое нововведение, оно подразумевает какие-то качественные изменения. Вот эта карточка, она настолько удобна, что ее ввели, почему не остались при прежних каких-то формах реализации льгот? Скажем так, здесь две стороны. То есть одна сторона – это удобство для получателя услуг. То есть теперь нет необходимости носить большой пакет документов по разным услугам. Достаточно один раз зарегистрировать, завести на карточку те услуги, которые вам положены по мерам социальной поддержки Нининского округа, и после этого иметь только ее в наличии. То есть не обязательно даже паспорт, удостоверение личности, она будет для социальных льгот сама являться удостоверением личности. И вторая сторона этой карты – это существенная экономия бюджетных средств. То есть теперь мы услуги будем, не мы, а Нининский округ будут предоставлять услуги персонализированы. То есть для каждого требуемого участника этой программы услуга будет индивидуальна, не массово, а исключительно персонализирована. О какой экономии может идти речь? Можно ли ты эту цифру озвучить? Ну, пока, наверное, воздержусь от ответа, так как многие задают этот вопрос, но мы не сможем предсказать экономию. Экономия однозначно будет, потому что этот проект реализован не только в нашем округе, мы делали анализ других регионов. То есть изучали практику? Конечно, конечно. Достаточно многих регионов внедрена эта услуга, она уже получает свою экономию, но мы ее сможем увидеть, я думаю, где-то после первого хотя бы полугода, года эксплуатации. А вот с технической точки зрения не будет возникать каких-то сбоев, неудобств для пользователей этой карты? В любом случае все нововведение подразумевает в собой небольшие проблемы. Но почему я говорю, что период внедрения достаточно долгий, это связано с тем, что мы как раз-таки хотим минимизировать эти проблемы технические, организационные и выявить все возможные сложности и понять пути их устранения. Будет создан единый номер обращения, то есть по любым проблемам по социальной карте можно будет туда набрать, будь это техническая проблема, где-то с транзакцией не пошла, будь это утеря карты, да, будь это, может быть, какие-то даже консультационные вопросы, то есть все это можно будет задать и в оперативном режиме получить ответ. А можно уже сейчас увидеть, как она будет выглядеть, эта карта? Да, у нас есть, скажем так, первые наброски, да, то есть на этапе прохождения конкурсных процедур будет определен вид карты. Я думаю, что мы его через средства массовой информации, через онлайн ресурсы вывесим, чтобы жители в том числе приняли участие в выборе этого вида. Но первоначально, да, мы представляем, что это будет карточка размера, как ваша банковская карта, да, то есть мы все знаем, что здесь располагается у нас чип на левой стороне. Далее это наименование карты, как я уже говорил, это наша национальная символика, фамилия, имя, отчество и фотография непосредственно участника этого проекта. Игорь Анатольевич, я знаю, что с середины мая идет общественное обсуждение этого проекта, социальная карта НАУ. Какие вопросы уже поступили на горячую линию? Ну, вопросы на горячую линию в настоящий момент поступают очень активно, это, как мы уже оповестили, когда будет выпуск карты, где его можно получить. И большое количество вопросов поступает о тех услугах, которые будут внедрены в карту, да, то есть я еще раз повторюсь, три услуги это только начало, да, то есть мы вводим их, скажем так, в тестовую эксплуатацию, то есть это одна из самых тяжелых услуг, транспорт и, назовем их так, социальные услуги. Помимо этого, жители Ненинского округа задают, будут ли внедрены услуги бань, да, то есть у нас есть скидка для пенсионеров на посещение бань, то есть те же социальные гарантии, посещение культурно-оздоровительных комплексов, работа на селе, работа в магазинах. То есть все эти данные мы аккумулируем, все эти данные мы собираем, и мы готовимся к их решению. Если все-таки вот возвращаться к транспорту, хочется понять, каким образом это будет происходить. Я предъявляю эту карточку контролеру, там написано только имя, фамилия и фотография. Как-то она будет считывать, что она будет делать? В каждом автобусе будет установлен либо стационарный терминал, либо терминал у кондуктора. То есть она эту карточку подносит либо в стационарный терминал, терминал считывает данные, то есть данные по поездкам, они будут храниться в самой карте. Почему мы сделали ее чипированной, чтобы туда можно было записать информацию. И, собственно говоря, независимо от того, есть ли связь в этот момент, да, или где-то на каком-то периоде движения обрыв связи пошел, да, пассажир в любом случае сможет проехать и получить ту льготу, которую мы установим. То есть это как раз тот самый оффлайн режим. То есть на этой карточке будет фиксироваться, сколько раз тот или иной человек проехал на автобусе? Да, да. То есть там будет описано, какое количество поездок ему положено на месяц, какое количество поездок он может съездить в день и сколько он уже проехал за данный период. А планируется ли распространить действия этой карты на муниципальное образование Заполярного района? Да, планируется. Значит, пока выбран вариант решения здесь, на Ринмаре и в поселке Искатели, в связи с тем, что нам необходимо, как мы уже ранее с вами говорили, полностью отработать механизм работы, полностью отработать главный механизм работы с потребителями услуг, чтобы не было возмущений, чтобы не было недопонимания и проблем. А после этого, да, внедрение карт на территории Заполярного района, он будет. Он будет в объеме тех услуг, как раз-таки которых запросят жители, которые они захотят там увидеть после обсуждения. Выдача будет, единственное по выдаче, хотелось бы сказать, будет чуть дольше, чем в городе, потому что эти заявки, они в электронном виде будут переходить сюда буквально в эту же секунду, когда вы ее подали в муниципалитете. Но здесь, пока мы ее отпечатаем и пока отправим до адресат, вот будет, возможно, некая задержка времена. Но это, думаю, дни, то есть не недели. А есть какое-то примерное хотя бы представление о количестве получателей этой карты? Ну, на первом этапе у нас заказано 10 тысяч карточек. Это мы, по сути, для дальнейшего развития планируем, что, скорее всего, у каждого жителя округа, независимо от того, является он получательным услуг или нет, но в дальнейшем, может быть, он будет являться, получательным услугом, у каждого будет данная карточка. На первом этапе заказано 10 тысяч карт, то есть основ, на которые будет наноситься вся информация. Как раз-таки в эти первые полгода мы будем анализировать, какая потребность на этих картах стоит, и после этого будем заказывать. Но в такой ситуации, что кто-то придет с заявкой, и ему не предоставится карта, ему не предоставится карта, этого не будет. То есть в любом случае будем анализировать, сколько карт осталось, сколько потребностей имеется, и их дозаказывать. Ну я правильно понимаю, что эта карта должна быть у всех, кто получает какие-либо льготы? Настоящий момент, да. То есть все будут обеспечены этими картами вне зависимости? То есть это недобровольное какое-то мероприятие? Хочу, получу эту карту, захочу, не получу? Ну да, сейчас разрабатывается и дополняется существующая нормативно-правовая база по получениям социальных, мер социальной поддержки в Ненецком округе. И как раз-таки социальная карта там будет прописана и обусловлена уже. Но еще раз хотелось бы повторить, это делается не для удобства органов госвластия, не для удобства тех учреждений, которые предоставляют услуги непосредственно для удобства получателя услуги. Павел Анатольевич, неправильно я поняла, что сейчас идет первый этап внедрения вот этого проекта на территории округа, это техническая сторона вопроса. Да, совершенно верно. В настоящий момент мы прорабатываем технические моменты, технические вопросы, технические особенности этой реализации, потому что для нашего региона это первый подобный проект. Мы разрабатываем состав оборудования, объем оборудования, теми средствами, которые будут передаваться информация. Но в принципе специалисты неискофункционно-аналитического центра готовы делать все это, могут все это сделать, поэтому я уверен, что проблем с технической точки зрения у нас не будет. Сам по себе региональный центр социального процессинга, официальное его название именно таково, то есть именно сам центр социального процессинга будет располагаться здесь у нас на Ринмаре, то есть это, скажем так, независимая процедура от канальной составляющей, будет располагаться на ЛН-27В, то есть это состав оборудования, и будем обеспечивать его круглосуточное функционирование. То есть, скажем так, обслуживание всего этого проекта лежит полностью на вас? Техническое обслуживание проекта лежит, да, на Ненинском информационно-аналитическом центре. Организационное и, скажем так, организационное и практическое внедрение на органы госвласти. В том числе, естественно, здесь мы тесно работаем с сетью многофункциональных центров. Ну и, наверное, активно взаимодействуете, может, с департаментами, которые занимаются социальными ими на политике. Совершенно верно. То есть мы в прямом контакте, у нас постоянно проходят встречи с департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты. Прямое участие здесь принимает аппарат администрации и, по сути, еще ряд заинтересованных департаментов. Этот диалог ведется постоянно и еженедельно. Я присутствовала на заседании, когда обсуждался этот проект очень широко, вы тоже его представляли. Можем говорить о том, что, чтобы донести полезность и значимость этого проекта для дожителя округа, нужно постоянно о нем говорить? Безусловно. Об этом надо говорить постоянно, об этом надо освещать, так как это делается, по сути, для всех жителей округа. И в связи с этим любые шаги, то есть касаемых конкурсных процедур, касаемых процедур внедрения, вся поэтапность, она будет освещаться во всех средствах массовой информации. Также информация будет размещаться на портале органов государственной власти. Все шаги будут фиксированы, все шаги, которые необходимы обсуждению, будут подвергнуты обсуждению жителям Ниньского округа. А вот вы уже говорили о том, что сначала будет 10 тысяч карт, а будет какой-то пилотный такой этап, когда будет выпущено, допустим, раздадут 100 карточек и будут смотреть за тем, как это происходит? Будет, да. То есть чуть ранее я говорил, что у нас будет сначала техническое внедрение, потом у нас будет тестовая эксплуатация, так называемая на холостом ходу, можно так сказать. Далее мы делаем нагрузочные испытания, то есть, как вы сказали, с определенным количеством лиц, с определенным количеством услуг, мы смотрим, как все это отрабатывается, и только после этого запускаем уже в промышленную эксплуатацию. А вот, допустим, у нас люди высокого возраста тоже получают большое количество льгот. Если они не смотрят наш телеканал, если они, допустим, какие-то другие средства массовой информации не читают и не смотрят, вот где им научиться, как обращаться вот с этой карточкой? Скажем так, пока данный вопрос, он прорабатывается, но нет окончательного решения, то есть, кто будет методологическую поддержку работы вести. Но она в любом случае будет, потому что мы понимаем, что да, что большая часть получателей услуг — это люди высокого возраста. Пока не готов ответить, но этот вопрос прорабатывается, и он будет решен, и это будет сделано, в первую очередь, удобно для людей высокого возраста. Павел Анатольевич, спасибо за интересную информативную беседу. Я желаю вам успешной реализации проекта «Социальная карта НАУ». Пожалуйста, и хотелось бы обратиться к телезрителям, попросить активно принимать участие в наших опросах, задавать свои вопросы, чтобы мы сформировали действительно нужный продукт для Ненинского округа. Спасибо. Если на какие-либо вопросы вы не получили сегодня ответы, вы можете задать их письменно, на электронную почту или устно по телефону «Горячие линии» или на сайте МФЦ в разделе «Вопрос-ответ». Все контакты вы видите сейчас на своих экранах. Я с вами прощаюсь. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok